Создание памятного знака «Живая память благодарных поколений» – это совместное дело сотен тысяч людей. Ценность каждого поколения заключается именно в исторической памяти, в преемственности и передаче будущему поколению знаний и опыта прожитых лет. Напомним, что в Бресте монумент «Живая память благодарных поколений» открыли 28 июля. В этот день областной центр отмечал день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Памятник состоит из двух частей – окаменевшее письмо-треугольник, «Дань прошлому» – бронзовое дерево олицетворения будущего. Его установили возле патриотического центра. Далее эстафету от Минска и Бреста передали Москве. Проект «Живая память благодарных поколений» продолжается. Два памятника из трилогии уже созданы, установлены. И следующий год значимый для всего постсоветского пространства, для России, для Белоруссии, союзного государства. Это 80-летие освобождения СССР от немецко-фашистских захватчиков. Великая победа. И к этому празднику мы готовимся. 9 мая 2025 года этот памятник будет установлен на поклонной горе в Москве, столице союзного государства. Это отрадно, это очень важно. Нам сейчас с опорой на этот проект всколыхнуть пространство, чтобы как можно больше молодежи, детей, семей нашего союзного пространства поучаствовали в создании этого памятника. И это стало легендой для семьи, для рода и для нашего народа. Накануне в городе Бресте открыли сбор монет для памятника «Живая память благодарных поколений» в Москве. Емкость для их сбора установили на первом этаже музея обороны. Такое место выбрано потому, что Брестскую крепость посещают тысячи белорусов и иностранцев. Может быть и несколько колб, но это самое главное место. Брестская крепость, герой музей Брестской крепости – это знаковое место, сакральное место. Сюда отправляются со всего постсоветского пространства потомки, победители. И будут знать, иметь в виду, что у них имеется такая возможность, пусть даже в третьем памятнике, но отметить свое участие в таком едином созидательном порыве со своими детьми, сотворить нечто очень важное. Сегодня действительно так важно сохранять правду о войне, пока еще не все утрачено. Нельзя позволить переписать историю. Никто никому не должен позволить забрать у нас великую победу. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Именно поэтому важно помнить и сохранять подвиг героев в истории. Закинуть первые монеты в колбу пришли как люди старшего поколения, так и молодежь. Я считала своим долгом это сделать. Я хотела в этом поучаствовать. В памяти о моих дедушках, о моих бабушках, которые активное участие принимали в годы Великой Отечественной войны. Ну и это символично. Скоро день народного единства. Я считаю, что единство наших народов это очень-очень важно. Поэтому я пришла сюда. Мы принимаем участие уже третий раз. Это для нас очень знаковое. Мы чтим память, мы хотим ее продолжать, не поддаваться к квалификации, чтобы не переписывали нашу историю, чтобы все оставалось так же, как и есть. Накануне Дня народного единства, 17 сентября, и молодое и старое поколение объединяются вместе, вносят свою лепту в продолжение нашего будущего. Опуская монетку, каждый чувствует сопричастность к хорошему делу, а каждая монетка – частичка души, памяти, гордости за своих предков.